Нашел. Сразу складываю, а потом фотографирую. Прямо практически сразу. Ну вот как нас не ждут и никто про срок не смотрит. Ну а зачем? А можно колбаску посмотреть? Вот эту. Кремлевская окраина. Вот прямо лежит. Ну просто посмотреть. Надо брать. Так, еще палочка. Бах-ру. Бальзам. Вот только рядом с ней, которая. Рядом с ней такая же. Дальше. Под двумя. Папа может. Под папой может. Под сербилатом. А, балл какая-то. Баллоков. Да, да. Вот этот баллоков. Баллоковый давайте. Все. Это я разлоком снял. Я вижу, вижу. Так. Дайте мне, пожалуйста, вот эту ванночку. Даже обе. Второй тоже. Скрытая. 4-го, 12-го, 18-06. Срок реализации фасовной продукции. 12 часов. Прошло 12 часов? Да. 12 часов прошло. С 18-ти. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6. 6 утра, но сдохло. Здесь то же самое. Грубо говоря, в 7 утра, но просрочено. Почему вы не снимаете просрочку с реализацией? Не только присылайте или сделайте. А вы не собирались? Может, вы об этом даже не знаете? Денис, а это что за заготовка сыра? Перемаркированная или как? Ну, скорее всего. Или это снимают? Посмотри по дате, что там. Не, по дате там нормально. До 19-го, 12-го. Вот это то, что ты сейчас трогаешь, все за 12 часов они продадут? Да нет, конечно. Мне кажется, это просто перефасовка. Вот они привезли перефасованные. Ну, ну, да. Все так и есть. Так. И это развалка, он здесь в холодильнике. Ну, они, может, думают, мы больше не будем ходить сюда. Драка благово сделал. Я не подумала про вас-то. Ну, напали на нас, да. Зам. Директора Ольга начала драку. Это развалку меня опять бросил. Ну, нет. Развакуум. Прикольно. Годен до. Короче, смотри, дата изготовления 14-го, 10-го, 21-го года. Годен до 13-го, 10-го, 23-го. Еще раз какого? Годен до 13-го, 10-го, 23-й год. Ну, 10-й месяц, это уже просрочено. Он, 12-й месяц, ты прикинь? В прошлый раз я не посмотрел. Ну, видишь, да, все-таки. Ну, вот как хорошо они смотрят. То же самое. Ага. Даже так. А здесь идет уже до 19-го, 11-го, аж 24-го. Ага. И дальше 24-й год. Ну, как видишь, ротацию производили, просочку выложили. Наперед, да. Вот опять работа. Кто, что говорит, не замечает, ну, ладно, где-то она была бы спрятана, но сразу лежит, чтобы человек сразу купил. За нами прям наблюдают, может быть, да? Учатся, как нужно просрочку искать. Сколько времени не хожу, они все научиться не могут. Маркировки нет, нет маркировки. Есть, нет. То есть вот лежат конфеты без маркировки, да? Вообще без маркировки. Или есть маркировки? Нет, вот. Вот это что за картонка? А, картонка нашла. Посмотрите. Да-то молодец. Вот, зачем я, вот, свежий, да, до 17-го, до 7-го, 0-8-го. Ну, и в первом лотке повнимательнее. Нет, в первом точно нет. Сникерс. Тоже нет. Сникерс. Тоже никакой маркировки, я не вижу. Вот почему они маркировку-то не ставят? Ну, я предлагаю, чтобы они принесли маркировку там, где нету. Если они не принесут, значит, снять стерилизацию. Либо приобрести. Ну, да. Ну, даже если они маркировку принесут, где гарантия, что она? Ну, да. Ну, дата изготовления обрезана неизвестна. Ну, все же считается некачественным. Или специально, или не качественным? Конечно, специально, Денис. Просто так ничего не бывает. Самая важная информация не отрезается. Вот, Владимир Владимирович, не зря вы со мной ходите. Научились всему. Даже уже я старенький забываю. Давай, ты все помнишь. Придел, да. Ну, так что, может, мы упакуем это? Давай упакуем. Если не предоставит информацию, да? Можно будет приобрести. Так, давай, какой лоток ты будешь брать, чтобы все четко зафиксировать? Ну, Тех. Давай вот этот. Давай. Я как раз буду доставать его, и финиш, но нет, там ничего, нет никакого. Ну, ты достанешь, я лоток, что-то с ним, да? Да, да, да. Так, Шинь, ну-ка, чуть-чуть. Так, это у нас 204. Ну, все. Так, ну что, лоток пустой. Нет ничего. Так, а вот это что такое? А, это просто вот такая же наклейка. Причем наклейка... А, это с этой штуки, да? Стан, аракис какой-то, это вообще другое штуки. Так, все. Ну, я так понимаю, тут много где нет. Да, давай. Надо им рассказать, чтобы... Короче, надо приглашать сейчас кого-то из руководства. А, кого? Директора кого? Ага. Здравствуйте. Ёшка, пригласите нам, пожалуйста, директора магазина. Директора вам пригласить? Да, конкретно директора. Давай встанем, где нет народу. У меня сигарету там открыли, закройте, пожалуйста. Иди на народу, и где меньше шумит. Ну, где же, наверное? Где же, по-тянему? Ну, вот там потише будет, там где вот конфеты, все там. Ну, когда она подойдет, туда и отойдем. Ну, да. А где чек? Чек не вышел. И ты? Ну, вот сейчас будем по чеку еще разбираться. А вы можете посмотреть? Может, он там застрял? Чего? Без чека она вышла, без чека. Я нажал чек. Как она вышла без чека? Я сейчас нажал чек выдать. Он застрял? Вот он, наверное. Ну, да, он там и есть. Ну, аккурат, не надо. Ну, что, вышел твой чек, не? Да. Он там застрял. Понятно. Надо же выбрать, блин, нерабочий парад. Так, сфоткать надо. Давай я сейчас сфоткаю аккуратненько. Надо спросить у него про напарника, не надо? Хочешь спроси. А? Хочешь спроси. А где ваш напарник-то? Что? Не знаю. Что, не вышел на работу? Я не знаю. Не, он вышел на работу, нет? Седой-то вышел на работу? Он поликлининка. Кто в поликлининке? В больницу пошел. А, в больницу пошел. На голову пошел, наверное, не на глаза-то. Газовый баллон. Не газовый баллон. А вы что не пошли? Я? Мне... Что там они позвали, нам директора не позвали? Ну, давай еще раз отчинаем попросить, может, забыли? Говорит, пригласила. Может, краситься, я не знаю. Краситься может. А, ну, может быть, да. Готовиться интервью давай. Чебыки. А, вот, это не она сваливает? Похожа, да? Ольга. Да. Внимание, персонал старшего кассира, просьба подойти на Табакашо. Ольга, здравствуйте. А куда вы убегаете? Здравствуйте. У меня выходной день. Вы же вас пригласили. Вас что звали? У меня выходной день. А что вы боитесь? У меня выходной день. А что вы боитесь? Я не боюсь. Действительно. А кто придет за вас? Что вы стоите за своим людьми? Стою я. А что мне стоять не хочу? Не знаю, здесь стоять. Толкать меня не надо. Как вы любите с охраной говорить. С людьми обычно толкать меня не надо. Позовите, кто за вас сегодня зам. Смотри, какая наглая. Здравствуйте. Вы сегодня старший в магазине? Вы старший в магазине? Да. Пойдемте пообщаемся. Вот старший в магазине сегодня. Ну, по крайней мере, так сказали. Пойдемте. Ну, вы же старший в магазине. При каком-то томе, что ли, пойдете? Ну, я не знаю, как вам. Как вам покажется. Ну, давайте, накручивайте. Давайте, зарядите меня. Мы купили просрочку. До 13-го, 10-го. Сейчас вам 12-й месяц. Ира, Тон, поспокойней. Али, возьми, пожалуйста. Поспокойней, Тон. Не указывал тебе никто сейчас? Давай. Как вот это? На ночь будешь смотреть. Перед сном? А чем заниматься-то будешь, смотря на меня? Возврат делайте нам. Али, сняла, пожалуйста, возврат. Семьи, что просрочка. Трофимова отправьте сейчас. Пройдите. Ну, наверное, Трофимова тоже позвонит. Конечно, позвонит. Что-то странно они как-то общаются. Обращаю, не совсем. Вы, если хотите поснимать, попросите кого-нибудь, а мы с вами пообщаемся. Или вы будете молчать и только снимать. Вы сказали под видеозапись, что вы старший в магазине. Пожалуйста, выслушайте наши замечания по данному магазину. Я слушаю ваши замечания очень внимательны. Ну, давайте. Вы когда спокойно разговариваете с нами, мы тоже с вами разговаривали. А вы хотите, чтобы я сейчас спокойно разговаривал? Нет, я хочу, чтобы я разговаривал. Не надо меня провоцировать. Уберите телефон и пообщайте. До 13-го. Вы еще агрессию мы не видели. Хочешь увидеть? Нет, это вы будете показывать. Хочешь увидеть? Директора позвали, она убежала. Отделась и убежала. И стала с нами общаться. Проигнорировала у нас полностью. Как-то приложите, пожалуйста, чтобы делать возврат. Сейчас, делай, не переживайте. Вы не спешите, мы никуда не спешим. Мы никуда не спешим. У нас получается долгий диалог, судя по тому, как вы себя провели сейчас. Ну, вроде как, Трофимов сказал, что директор сейчас к вам подойдет. Хорошо. Ну, посмотрим. Ирина Нестерова, да? Понятно. Будем знать. Ирина, а что у вас бейджик перевернут? Бейджик свой покажите. Ирина. Вы со всеми покупателями так общаетесь? Молчанием. Денис, посмотри, просто молчит. Я с ней разговариваю, она ничего не говорит. Слушай, была нормально, осталась хамкой. Я вот поражен. Я не знала, что молчание – это хамство. Ирина, это как раз хамство. Ира, да? Конкретно в чем я вам напоминаю? Перед тем, как телефон кричала, забыла? Ну, ты в Ютубе увидишь. Денис, давай я объясню. Ирина, вот смотрите, знаете, в чем хамство? Это неуважение к покупателям. Я вообще к любому человеку, когда человек обращается к человеку, от которого что-то зависит, предположим, к должностному лицу или к продавцу, и он в ответ молчит. Это называется неуважение, игнор. Понимаете? Вот я когда с вами разговариваю, вы должны какую-то реакцию проявить, правильно? Иначе я чувствую, что меня не уважают. Я ваши замечания все выслушала. Я ваши замечания все выслушала. А здесь не надо замечания слушать. Мы к вам обращаемся по конкретному вопросу. Вы сказали, что вы меня озвучите все наши замечания по нашему магазину. Нет, сейчас Денису... Я слушаю ваши замечания. Денису сейчас все озвучит. Сейчас он возврат сделает, он все озвучит. Ну, мне просто... Ну, мне просто поясните, с какой целью вы снимаете, вот лично меня. Я для себя. Для себя, конечно. Я для себя. То есть, предметом съемки данный момент я, правильно? А? Предметом вашей видеосъемки я являюсь. Почему нет? А кто? А, Денис, а снимайте меня. Нет, почему я поочеркну? А порочеркну? Понятно. Мы можем обвиняться видеофайлами. Нет, зачем? Не надо? Ну, я просто, чтобы смонтировать, а то у меня обычно на видео нету. Да не надо. Не надо? Нету. Вы в интернете самый первый человек. Ну, я редко попадаю в кадр, потому что я оператор в основном. Ну, почему-то вас там видели. Ну, естественно, где-то я себя снимаю. Не нравится вам мое видео не нравится? Не подписались еще? Некогда. Все такие занятые. Почему просрочка на реализацию? Вот сюда, смотрите, где его скрыли. Куда не надо смотреть. Мне интересно. Дата встречи. Четвертое число, 18-38. Просрочено? Да. Да. Просрочено. Помещательно. Ну, Денис, давай по категориям. Все предоставь, все покажи. Услышим, что да. Сюда подойдет. Нормально, громко. Просрочено? Ну, что, просрочено? Я... Сюда кладите, пожалуйста. Ну, да или... Давайте я вам поясню. Значит, после того, как мы посетили ваш магазин, у нас будет подано исковое заявление. Чтобы нам не оформлять акт осмотра, не вызывать полицию, мы фиксируем, что вы данные замечания признаете, и эта видеозапись будет доказательством в суде. Понимаете? Ну, то есть нам не надо доказывать вот этого ничего, там, полицию вызывать. Соответственно, вы произносите, да, просрочено? Просрочено? Вот это, что здесь там? Сейчас мы к этому перейдем. Давайте мы... Мы подойдем к этому, не перейдем. А вы сами не знаете, может... Денис, это развахум что-то. Ух ты! Да. Что? Бинго! Причем тут бинго? Развахум происходит в процессе реализации. Денис, я тебя перебью. Я перебью. Мне важны юридические моменты. Поэтому пока я не услышу по поводу того, что ты предъявил, что вот эти две пачки, я не знаю, что там, салат, не салат, а просрочены, не переходи на другое. Ирина, вы все это увидите, не переживайте. Давайте зафиксируем на видеозапись. Вы признаете просроченную данную продукцию или нет? Спасибо вам за помощь, что вы указали... Я не спасибо прошу, я прошу признать. Я не буду ничего вам... Вызывай полицию. И руководству, звони, что... Да. Ну так что? Это просрочено? Она не признает, она, видишь? Нет, ну она сказала. Она не сказала. Денис, я очень четко фиксирую. Нет, про это она сказала, что просрочено. Я еще раз говорю, мне нужна четкая информация. Это развал, правильно? Это тоже развал. Вот только два паштета или что? Два паштета просрочены. Вы можете сказать на видео, просрочено? Я не могу вам давать никаких комментариев. Нам не нужно комментарии. Вы признаете, что нарушение или нет? Вам это сделали возврат? Мы можем купить. Вы нам на это сделаете возврат? Ну сейчас просрочено. Куда в пакет ко мне полезли? Ай-яй-яй. На это сделаем возврат. Ай-яй-яй. На это сделаем возврат. Мы это утилизируем. Не надо тут у вас. Мы это утилизируем. А вы не хотите меня утилизировать? За что вы мой товар хотите утилизировать? Так это возврат сделал. Я не понимаю. Это мое, Ирина, это мое уже. Я подарил. Возврат сделали Денису Анатольевичу как покупателю. А этот товар принадлежит мне. Мне его подарили. Денис Анатольевич распорядился этим товаром на свое усмотрение. В смысле, Денис Анатольевич? Мы сделали возврат. Это товар утилизируется. Это мой товар уже. Потому что он его купил и мне он его подарил. А где чек покупки? Можно посмотреть? Да уже мне сделали чек возврат. Мне же возврат уже сделали. Ну так возврат, товар возвращается в магазин. Я его подарил. Кому подарили? Я подарил. Мне подарили, Ирина. Вы не следите за речью. А у меня нету. Да, директор что-то наносит. Что-то какое-то умственное отсталость какая-то прослеживается. Что охранник? Хотите еще раз попрыгивать на нас? Стоите рядышков? А почему вы так с людьми разговариваете? Да. А как вы разговариваете? А почему вы так с людьми занимаетесь? Ты мне что тыкаешь? Орел. Я стою здесь спокойно. Вот иди, стой. Вы не заводитесь. Вот вы просто отошли. Я тебя спросил, попрыгать хочешь или что стоишь тут? Он смотрел своими обязанностями. Просто отойди и все. Умник тут. Мы сейчас все на нервах. Иди вон тыкай дома себе. Тебе нервы здесь проявлять не надо. Я тебе просто советую. Такой добрый совет. Кто вам всем угрожает? Да кто кому угрожает? Вот это сейчас выход. Вот этот выход сейчас. Что такое было? А вы это выложите в интернет? Как ваш напарник разговаривает? Обязательно. Мы все выложим. И как вы разговариваете? Вы считаете это уважение и неуважение? И мы подождем просто немножко. Чего вы подождете? Мы просто подождем. Подождите. Долго ждать придется. Просто разговаривать так вот вам. Вообще самому-то не стыдно, как бы разговаривать? Да вы за собой следите. Да я за собой буду следить. Так вы начните сначала с себя. Понимаете? Вот когда вы будете нормально относиться к покупателям, нормально к покупателям относиться. Нормально. Понимаешь? Нормально. Я ему сказал какое-то плохое слово. Я его остановил и сказал, что не надо агрессию проявлять. У вас даже не было диалога. Вот ваш напарник измельте меня везет. Ну потому что вот такой человек. И что теперь бросаться на него надо что ли? У нас много покупателей, которые ведут себя, может быть как-то вам покажется неадекватно, либо некрасиво и тому подобное. Это не повод себя вести иначе. Я смотрю с вами бесполезно. Так а что? Вы еще развенитесь и уйдите. Вы же любите так делать. Я стою. Так стоять не надо. Надо решать проблему. Будем сейчас решать проблему. Ну так давайте решать. Вы говорите, у вас мало времени. В то же время стоите, чего-то ждете. Я понимаю, вычать может любого. Если вы испытываете там какой-то негатив, ну как бы при себе его держите. Мы каждого своего покупателя любим. Да что ж. Что-то я не заметил, как вы меня любите. Вы тут какой-то бумеранг ждете. Вы сначала приходите уже с какой-то агрессией, чтобы с какой агрессией, с какой агрессией, чем мы провоцируем? То, что мы у вас просрочку за это выявили. А, без комментариев. Понятно. И сразу начало, смотри, говорит, я хорошо общалась. И тут же, тут без комментариев. А что сказать-то нечего, Ира. Я сколько жил к вам в магазин. У вас все говно, говно, говно. Подготовились в воскресенье. Вам Трофимов позвонил подготовиться? Я вас последний раз, полгода назад видела в наш магазин. Мы пришли, опять говно нашли. На три месяца просрочено. Сейчас пришли, опять на два месяца просрочено. Вам нравится людей травить, говном торговать? Нравится. Какое к вам уважение от нас может быть? Вот, инвентарь, просрочка лежит. И вам пофигу. Ой, это что? Это развалку? Да. В процессе продажи развалку. Если вам надо, наверное, поучаствовать в СВО, наверное. Да ты своего мужа туда отправь на СВО. У меня муж там был и вернулся. О, что это он вернулся? А в чем проблема? Просто с таким поведением. В чем проблема? В чем проблема? В каким поведением? Что ты меня тыркаешь лопью? Сама поведешь. В чем проблема? Набирай. А, дай, пожалуйста, мне. На свое хочешь? Все. Говорю, на свое хочешь? Ты что опять начинаешь? Что такое? Это что сейчас было? Еще раз дотронься до моего оборудования. Я тебя предупредил. Еще раз дотронься до моего оборудования. Дядя, ты как с девушкой разговариваешь? Ты что, дядя? Ты еще и все, что-то надо. Я тебя переверну, дурак, блядь. Ты что хочешь? Ты как с девушкой разговариваешь? Вызывайте КВР. Ты что хочешь? Ты что меня трогаешь? Руки убери, я тебя еще переверну, дурака. Трунул ты меня. Ты как с девушкой разговариваешь? Ты с чем ее ударил? Ты что-то меня... Тебя в хлеву вырастили, что ли? Слышь, ты, блядь, руки от меня убери. ты что ты меня хочешь? руки убрал от меня что ты меня хочешь? что ты сжимаешься? не трогайте его пожалуйста ты как с девушкой общаешься? все хватит это магазин все хватит все хватит все хватит у тебя сейчас уработал руки марать не охота в говно все хватит все хватит я спокойно все хватит это богатые это народ не связывайтесь пожалуйста я нормально сейчас говорю ну все что ты хочешь? все хватит ты что будешь воспитатель будешь что? в суду да еще родители не воспитали тебя знаешь кто-то другой воспитывает дружи ты кто такой? ты скажи кто ты такой мальчик? все хватит ребят а мальчик? мои дети так же сидел в два раза да пофигу сколько лет твоим детям ты что хочешь тебе сказать? ты их воспитываешь так же как тебя что я тебя уработаю несмотря на то что я в 10 раз слабее у меня хватит урабатывалка не выросла да что ты у тебя выросла не характера блять не урабатывалки ну давай что ты все клей меня ударить а? я не хочу потом с ментами делай потому что ты ссыклов ты ссыклов ты ссыклов ты пытаешься спровоцировать меня блять ты слабый бабу ты сейчас думаешь знаешь чек к своим сперматозоидам все хватит ну пожалуйста ну что ты что ты давай что ты тут подходишь такой ну подходи до конца до конца подходи что ты или да смело только когда вы вызвали ГБР звоните ГБР я вызвал людей что ты так глазками то мотаешь ты думаешь меня что-то напугало или еще что конечно я тебя не напугаю да не трясися не трясися не трясися ты мой родной не трясися адреналинчик все нормально сейчас упадет не переживай посмотри ручку вытащи смотри ромда ой как трясется посмотри какая моя рука видишь ты понимаешь с кем ты разговариваешь понимаешь или нет у меня дыхалка слабее согласен но нервы у меня в сто раз сильнее чем твои только ты иди отсюда и сыри в другом месте понял а будешь вступаться когда понимаешь думай сначала постой в сторонке и подумай кто и за что ты заступаешь не важно что сделал человек это девушка ты не имеешь права да нельзя так рассуждать если тебе девушка девушка сейчас уработает ты будешь стоять ты не можешь ее бить я тебе отвечу так если меня девушка ударит я дам ей сдачу где твое воспитание потому что девушка не имеет права на руку поднимать руки если она подняла руку на мужчину это уже не девушка это объект какой объект я тебя воспитал ты сильнее ее да я свою бью что ли ты по руке ее зачем ударил для того чтобы она не брала мое оборудование оттолкни рукой ты зачем бьешь ты зачем руки распускаешь если б я ударил поверь мне если б я ударил было совсем другое ощущение у этой девушки ты оценку сначала делай происходящему из-за чего конкретно что произошло а потом будешь вступаться ты понимаешь что не важно что произошло это девушка ты не можешь ее бить да я могу бить кого угодно защищая себя даже девушку есть такие девушки которые тебя уработают за 3 секунды она тебя била но если б она не ударила она тебя не била она сделала скажем так движение на мое оборудование которое стоит больше 100 тысяч не надо на мне показывать оттолкни не бей девушку ты не можешь это давай я буду сам решать как себя делать в данном случае у тебя не было повода вступаться понимаешь не было но ты в итоге спровоцировал очень хуже конфликт меня никто конфликт не провоцировал ну а что это сейчас происходит что сейчас происходит у меня нет никакого конфликта меня так воспитали в чем именно ты заступился ты что там предотвратил или что ты зачем ее ударил да я никого не ударил говорю у тебя что совсем плохо со зрением начнем с того что у нас ведется видеофиксация камеры здесь есть понимаешь я не буду этого никогда делать ударя девушку но когда девушка говорит про какое-то там СВО и посылает нас на это СВО я считаю что для женщины это не гуманно так говорить женщина может быть глупой какой угодно ты не можешь принять к ней силу да я могу делать все что хочу в том плане если она за меня заставляет какую-то угрозу мне моему здоровью или моему имуществу в разумных пределах никакие пределы я не нарушил а ты на будущее когда делаешь свои какие-то там выступления подумай осознай имеешь ты право эти делать замечания или нет имею все давай как тебя зовут Антон меня зовут Ланиня давай без обид все без обид или нет говори и себя более я не буду слушать и более тебя я веду себя всегда так как считаю нужным я ничего не превысил это все равно если у меня есть какие-то элементы хамства то они в ответ на что-то будет видео посмотришь его и сделаешь вывод кто начал и кто начал халить я считаю что ты можешь быть в травм в этой ситуации но ты не можешь применять силу да я не применял силу о чем ты еще раз говоришь я же это видел да никто никого не ударил Антон я тебе покажу на видео и ты посмотри я понимаю что у тебя какое-то острое восприятие возможно вот этой ситуации но на будущее я тебе просто даю совет понятно ты со временем поймешь это что не надо вступаться за женщин это понимаешь как третий лишний всегда ты будешь в итоге крайний женщины будут стоять смотреть за нашей дракой потирать ручки и радоваться потому что они по большому счету огромные провокаторы ты еще не знаешь это ты молодой еще не знаешь этого но со временем ты поймешь кто такие женщины ну все давай удачи дурацкая не дурацкая ну знаешь моего опыта жизненного гораздо больше чем у тебя уважаем знания да да так ну чего куда директора пошла ну не даром по дереву ну я имею в виду Ирина все тут ничего не попало нет нет человеческой а вон Ирина Ирина давайте продолжим разговор надеюсь только в нормальных нотах не дал никого не дал никого мы продолжим разговор хорошо позовите человека который будет разговаривать в смысле нету человека ну так я буду распускать если вы будете на моей камере применять какую то там что так пиши ради бога вот это все делать ведь что обиделась ради бога ну чего я так понимаю мы полицию ждем да я не знаю кому мы ждем не ну давай оформим все как положено тем более так понимаю у них есть какие то претензии ко мне давай вызывай какого-нибудь либо работника который решит конфликтную ситуацию либо полицию потому что Ирина отказалась беседовать директора как ты видишь нет ну а с кем мы будем беседовать то есть аж страшно такой взгляд аж страшно какой взгляд аж страшно Слушай, Сереж, она никто не подошел там слушай слушай, Ирина подошла тут такой хамс и тут устроила такой скандал опять драка чуть не было и это ГБР приехал. Нам нужен руководитель, который будет с нами беседовать. Ну, ты посмотришь видео на ютубе заодно, и слышишь звук с провокацией, откуда пошла ты сам помешал. Я выложу этот промежуток без дорезки. Нет. Ты будешь поражен, что они не слушают ваши указания. В воскресенье здесь драка была. Видео будет сегодня выложено без какого-либо монтажа. Просто видео выложено, и ты послушай, что она мне говорит. Не понравилось, что мы нашли просрочку. То есть мы заранее за два дня предупредили, что мы пойдем просрочку снимать. Они ее, соответственно, проснимали, но ничего. Ну, короче, нервы не выдержали. И они, ну, начали драться. Понимаю, понятно. Кто-то на видео все есть. Размаком, водно-торговой. Там охранники факью нам показывали, и видеосъемку запрещал. Он там целый концерт был. А что это так? Ну, она считает, что это нормально. Ну, вот, Смьян, гадан, и все. Маркировки на конфеты практически нет маркировок, ни на таких лицовых. Ну, надо, чтобы она у нас забрала это все, наверное. И, может быть, пускай она заберет и для тебя оставит конкретно это все. Ты посмотри. Все, тогда я так скажу. Ага, все, спасибо. Что в итоге? Ну, отдаем тережку Ирине. Она оставляет для Трофимова. Он приедет и разбирается. Серу, давай тогда на всякий случай отфоткаю я. Значит, вот это я не помню, фоткал или нет. Ну, давай на всякий случай еще раз сфоткаю. Чтобы видно было, что при этом и здесь не просто так. Так, и все достать? Да, да, все, положил в категорию, они уже Саню складут, сложат. Вот это просролку бы, потом разувалку. Так, где здесь не печатано, куда смотреть? А, все, вижу. Годим-годим. Конечно, они там говорят, мы опоздали на шоу. Для них это шоу. Да, на Трофимову передачу, чтобы для вас это шоу. И вы второй раз уже это шоу устраиваете. Она молодого мальчика спровоцировала. Так они, кто тебя не ударял, успокоится. Я ее ударил, я ее ударил. Вот видите, я ударил, если вечно. А что без комментариев? Что ты опять ханица начинаешь? Что ты опять ханишь? А ты кто-то ударил? Ира! Молочи, как его зовут? Зовут как? Имя просто назовите. Короче, вот этому человеку, скажи, пусть едет на СО. Скажи. Я не собираюсь. Так скажи, пошли свою мужу на СО и так далее. Пошли. Она в чем говорит, едет на СО. Так еще раз пошли. Еще раз пошли. Пошли его. Он запойдет. Так пошли его. Его пошли. Он запойдет. А вы занимаетесь непонятно. Он сам решает. Ему надо это. Он это и делает. Да кто тебя бил? Вот у меня рука болит. Да я не знаю, что там у тебя болит. Меньше тележки нужно таскать. Говори про сручку убирать. И ничего болеть не будет. Сума сейчас спряталась. Ты боишься? Вот, понимаете? Смотри, за кривиту только не ответь. Понял меня? Нет? И про 306-ю статью не забывай. Ты не смотришься. Ты не смотришься. Ударил ее. Что мы дальше делаем? Что делаем? Просрочку утилизируем, что делаем. Ладно, Денис, я сфоткал. Давай я тогда сейчас позвоню в полицию, узнаю, что нам делать. Дожидаться нам полицию или нет. Или тогда что получается, пошли к участковым? Мы не к участковым, а в отдел полиции сделаем заявление. Ну раз они на нас делают заявление, значит мы должны в ответ что-то сделать. Вы делаете заявление на нас или нет? Если делаете, мы в ответ делаем заявление тоже. Ну все, понятно, короче, пойдем. Пошли. Конфеты мы тут все им оставляем, чтобы они видели все это, короче, лежит у них. Так. Да, попортить, чтобы повезти. На реализацию не поставили? А то они любят все. Все, 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 все. Перепасуют и поставят на бальше. Да понятно, что перепасуют. Сотрудники ГБР, у вас есть какие-нибудь вопросы, претензии к нам? Ну вас, наверное, не просто так вызвали. Вызвали в связи с конфликтом в магазине. Правильно? Всего хорошего. До свидания. Купец. Им нравится, им нравится. Не воните, что там. Слушка, здорово. Подойдите, пожалуйста. На стол, а сейчас. В этой ГБР зашла такая важная. Морду спрятала. А голос как у мужика. У нас раньше была тема масок. Чуть что, сразу маски. А сейчас тема СВО. Чуть что. Говно сделали. А ты на СВО не был. Раньше говно сделали. А ты маску одень. Что с людьми творится, я не понимаю. Смотри, это ГБР-м-то не понравилось, что я им сказал на СВО езжать. Смотри, как сразу агрессия в ответ. А она думает, что они пласковые. Хорошо, что не сломалась, но не отлетела. Видишь, мне когда бьют по этой штуке, она сразу начинает отпадать. Надо какой-то другой сломать. Это не сломались просто страшно? А где машина? А он, фух, испугался уже. Машина нет. Так, ладно, сейчас я выключаю. Когда она тебя на фарш раз повредила, вот и пускай. И выплачивают. Ты вовремя начал все снимать? Конечно, сразу. Потому что ты понял, что я отложил, как бы мне тут не до этого. Парень был настроен на нехорошие вещи. Сразу взял. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!